Я Жек Ширяев, Негодяй ТВ. Я буду сегодня не один. Мы делаем рекламу вашему продукту, вашему заведению, а вы нам взамен как бартера даете какую-то вещь. Смотрим, можем подогнать им кепку, какую-нибудь панамку. Серьезно? Красавка! Что это за магнез? Я хату хочу себе. Бой на стес. А можно я немножко поработаю? Давай, давай. Так обхода просто не могу. Прет не могу. Хотим поменять стекло на айфоне. На чётенькое на какой-нибудь. На это полностью дисплей будет меняться. Что по стоимости? 9900 оригинал, 6500. 9900 в целом это нормальный ценник, мне кажется. Смотрите, мы такие блогеры, мы делаем рекламы. Это уже есть реклама. Общение с вами, это и есть реклама. Как ни крути. Как бы мы вас там не представляли, не разукрашивали. Вот самая чёткая реклама. Согласись? Согласен. Конечно. Как ты думаешь, если ты там позвонишь кому-то из управляющих, будет ли возможность нам это сделать по бартеру за вот этот выпуск? Да, конечно, позвони. Слушай, я знаешь, я не пойму, где охранники галереи? Я тоже не знаю. Почему они к нам не подходят? Я знаю почему. Фу, я знаю почему. К нам не подходят охранники галереи, потому что мы уже... Ну, не знаю, как насчёт тебя. Я уже узнаваемый человек. Сейчас я жду звонка руководителя. Хорошо, мы пока потреплимся здесь. Какой раз это? Четвёртый за час. Кто здесь? Со мной не хозяй ТВ. На Артура Гонзалеса подписали. Ещё 15 минут? Блин, ну... Может, мы намутим пока чего-нибудь здесь? Давай, смотри, мы пойдём к другому магазу. И потом к тебе вернемся. Да, если срастётся движуха, мы просто подойдём, ты скажешь да или нет, окей? Твой телефон, креативный директор. Роман Трайбан, подожди, пожалуйста. Просто я тут хожу с аппаратурой, которая сегодня твоя, вообще-то. Ну, давай. Ты же решалась. Слушай, ну, я уже кепочку тебе нормально выбил. Да, ты оттык, ты красава. Я нормально уже, ну, вливаюсь в твой канал. Сейчас все подписчики твои начнут писать, что за ублюдок там у тебя на канале. Да, по-любому, по-любому, по-любому. Ты должен сказать своим подписчикам, чтобы они подписывались на мой канал. Ссылка будет в описании. Ну, блядь, слушай, они сами решат. Они взрослые люди. Так ты им должен сказать, где оно. Ладно, ссылка будет в описании, но вы сами решаете, подписываться на него или нет. Канал Трайбан Шоу, скажи. Базара ноль, канал Трайбан Шоу. Я ещё не подписан. Ладно, я подпишусь. Ладно, я в ебу по колоколу, чтобы эта хрень раз в три месяца приходила ко мне. Не страшно, знаешь? Привет. Короче говоря, ты нам даёшь какую-то вещь, а мы делаем тебе рекламу. Твоей личности, твоему инстаграму, твоей страничке ВКонтакте. Делаем классную рекламу. Страничку и всё. Вот просто здесь напишешь. Дай сюда. Я как бы здесь всё-таки решал на этом канале. Бесплатно всё это делаем. Бесплатно? Да, всё бесплатно. Здрасте. С кем можно пообщаться с вами, с главным, с администратором? Прямо с человеком, который решает. Где? Я. Вы? Смотрите, мы с канала Негодяй ТВ. Мы снимаем передачу, называется «Здесь и сейчас». Что мы делаем? Мы ходим по разным заведениям, по магазинам. Сегодня у нас выпуск в магазине. Мы предлагаем вашему магазину «Барбар». Мы делаем вам космическую рекламу на нашем канале, а вы нам взамен. Какие-то вещи. Давай будем честными. Космическая реклама – это вот наша коммуникация. Это будут выпуски по-любому. Но вот наше общение, да и это и есть космическая реклама. Вот мне звонят, хотят со мной сотрудничать. Я беру пятнашку. За то, что я минуту буду как говорящая голова что-то говорить. Я стараюсь, чтобы это была хорошая реклама. А когда мы общаемся вот так, это гораздо ценнее. На наш вкус и, как показала практика, это работает. Вот она реклама. Возможно. Но я думаю, что нам это неинтересно на данный момент. Вопрос. А это решаете вы или есть какой-то отдел? Нет, просто мы здесь еще не так долго, поэтому можете, конечно, потом... Вы здесь не так долго, так тем более. Вам нужно сделать прям рекламу бомбичную. И чётенько. Прям вот, смотри. Вот, подогнали шляпу человеку. У нас есть вообще эта рубрика «Двадцатиминутка». Ты можешь сейчас ознакомиться, посмотреть наши видосы, посмотреть, что пишут тем людям, которым мы уже вот так вот сделали, и принять решение. А так, смотри, мы не хотим что-то за пятнашку, да? Нет, не знаю. Вот, ну, что-то может быть и... Это, кстати, 4 косаря. 4 косаря. Но можно и дешевле. Я думаю, всё-таки нет. Ну ладно, для вас точно спасибо большое за общение. Просто чувствую себя лютым дикарём. Короче, сейчас будет реклама. Смарти сейл. Конечно же, для того, чтобы понять, чё к чему, они там мне написали опять, мы там такие, мы сяки, там, тоси-боси. Но надо же разобраться, чё за фигня-то самому, правильно? Платформа, заходишь в эту платформу, регистрируешься, там дохера интернет-магазинов. И под каждым магезом, там вернётся 5%, 10%, там 3,5%, алиэкспресс, дочки-сыночки, это вот то, что мне нужно было. Литрес, вот дофига магезов, там их сотни. Ребята, у меня всё по чесноку, сука. Я за свой базар всегда отвечаю. Поэтому этих чуваков я проверил. Я зашёл на Литрес, где покупаются книги, купил себе через их платформу, ну, тупо всё то же самое, только ты сидишь через них. Я купил себе книжку там, и мне должен прийти, сука, кэшбэк. Ко мне не приходит этот кэшбэк. Я думаю, сука, что же я сделал не так? Начинаю ковыряться, потом чпокс-чпокс-чпокс, через 3 минутки высвечивается. Ваша лавешка там, кэшбэк. И вот я таким макаром купил себе книжку. 10% кэшбэк мне вернулось. 249 рублей книжка, 24 рубля. И это я могу всё очень легко потом кинуть себе на телефон, либо на карту себе его замусолить. Они мне скинули ссылку специальную, короче говоря, она будет в описании. Поэтому в эту ссылку заходите там. Она там какая-то прям моя, какая-то ссылка специальная, типа, чтобы они меня проверяли. Типа, вот, мы заплатили ему лавешки. Сколько там людей с негодяй ТВ перейдёт к нему? Перейдите. Ресурс очень удобный, очень прикольный. Я о нём не знал. Сука. Я, оказывается, много чего не знаю. Смотрите, вот та херь, которую я не понял. Для пользователей Mozilla, Opera, Chrome, Яндекс браузера доступно расширение. Начисляем кэшбэк в валюте вашей покупки. Покупать через вашу платформу – это выгодно. А что, сука, за расширение? Об этом умники и умницы. Напишите-ка мне в комментариях. Просветите дикаря. Вот такой рекламандос, пятнашечка у меня в кармане. Работаем. С кем я могу пообщаться с главным, может быть, с администрацией? Есть директор, вот директор локации. Твой магазин должен взорвать интернет. Что для этого нужно? Мы с канала Негодяй ТВ. Вот смотри, мы были в магазине Фудбокс. Ты же не рассказал, что всё, давай постепенно. А, смотри, да-да-да. Короче, у нас сегодня выпуск, называется «Здесь и сейчас». Мы снимаем в разных магазинах, и мы предлагаем бартер. Как это происходит? Это происходит, как это происходит? Расскажи. Вот я не могу делегировать, да, это плохо, когда вот не умеешь делегировать. Давай, я не прав. Роман, давай ты продолжай. Не, так не-не-не, не-не-не. Так на, ты добей. Давай-давай-давай. Ты уже смонтируешь это. Ты смонтируешь, как? Короче говоря, у нас бартер. А, выпуск уже идёт, да, мы уже пишем всё. Ты про это, что ли, гост? Всё, ладно, да я так доведу эту историю. Слушай, в чём заключается реклама? В этом видосе. Прикол в том, что у тебя есть 20 минут, чтобы познакомиться с нашим контентом. Вам решать, ребята. Это вип-реклама в этом грёбаном ютубе. Я новичок в этой херне. Такую рекламу ещё, сука, никто не делал здесь. Я делаю рекламу здесь крутую. Вот такая хрень. Ну, мне надо ознакомиться, значит, сначала с вашим контентом. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, это здесь и сейчас движуха, да. Окей, окей, давай. А сколько подписчиков? 40 тысяч? Да. К Новому году будет миллион. Слушай, а чё мне тебе лежится? Может мне взять такую же кепку, как у тебя? Посмотри, Жак. Так ты зацени, чё ты. Да нормально. Всё хорошо, Питер. Нормально? Всё отлично. Не, давай побольше. А если я Панаму возьму, такую же, как у него? Как называется магазин? 21 Shop. 21 Shop. Ребята, мы сейчас в галерее, площадь Восстания. Здесь, на втором... Это второй этаж? Третий. Сука. На третьем этаже находится такой шикарный магазин, где работают приветливые, клёвые люди, которые без Б, без Б готовы пойти на сотрудничество. Да, и она же ведь многие выгоняет, многие не понимают. Я могу любую выбрать. По нам, куда? Тошный этот человек, конечно. В общем, мне очень приятно, когда мне пишут и говорят, Женек, а мы там были, а мы там были. И ребят пишут, говорят, а к нам пришли. К нам пришли, вот от Негодяя ТВ. Это приятно. Это приятно. Это приятно. Всё, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Миллион подписчиков, ты обещал. Это будет по-любому. Рад. Потому что тебе идёт. Нормально сидит на мне? Не, не делай так. Не делай так. Пока ты со мной так не делай, хорошо? Потом у себя в Трайбане ты можешь так одевать. Давай поменьше. Есть? Давай я посмотрю, какой. Просто кошмар какой. Напомни мне, сколько стоит? Четыре. А, сколько стоит? Косарь. Ну, всё равно крутая. Нравится тебе? Я хочу захуже рубрику к себе на канал. Без проблем. What's up? Nothing? Не верю. Нет? Что говорят? Ну, говорят нет. Что? Сейчас мы на рекламу сделаем. Да ладно, ну что уговариваешь? Ты же не принимает решение, братиш, как бы. Что тут? Всё, брат, спасибо тебе, что ты там позвонил, там, туда-сюда. От души тебе. От души, братуха. А чехольчик не подгонишь? Вместо... Да он не он же решает. Ну, чего это? Что он будет? За свой счёт себе чехольчик подгонять? А, я думал он директор. Трайбан, давай, короче, заканчивать. Уже не пойдём к моим куда? По-любому не пойдём. Да, уже как бы... Короче, как предложил Трайбан. Он говорит, давай, Женек, если не прокатит тема. Типа, у меня есть там друзья, мы к ним пойдём. И там нам, ну, типа, по-любому мы договоримся, как бы. Ну, обмануть хотел вас. Нет, ну, реально... А потом думай, подписывайся по Трайбану или нет. Ладно, я говорю, давай так и замутим. Мы хотели так замутить. Подставу сделать бы хотели. Нет. Нет? Я же, я бы... Типа для контента, что ли? Нет, я бы же... Мы бы признали. Я же Вика, я же Вика, бля. Я же не звонил им. Я же пришёл прям... Блин, вот в магазин мы пришли бы снимали. А, да. То есть они бы дали, не дали. То есть я бы тоже, я же не знаю. А, они тебя знают? А, не знаю, я к ним постоянно хожу. Все, пойдем. Они знают, что я блог. Идем. Сейчас нам нужно сказать вот эту бытовую всю историю, чтобы подписывались на наши каналы, там, по колоколам это хера. Зачем говорить, они так всё знают, нафига им говорить? Кстати, ты слышал про клевер-ёб? Нет. После этого выпуска на следующий день я сделаю прямую трансляцию, где буду задавать вопрос. Кто угадал, вот написал первый, тот победитель. Так я буду делать после каждого выпуска. И подарком будет являться, что я могу пропиарить, привет передам. Но подарки потом будут другие. Потому что, ну, лавешку-то я буду сейчас зарабатывать, потом буду разыгрывать деньги, а когда у меня будет лям, я разыграю свою Toyota Corolla. Понятно? Да. Что, реально? Реально. Когда будет у тебя лям под печку? Да. Ну, я об этом уже сказал в выпуске предыдущем. Блядь, мне кажется, он нездоровый. Арам Багдасарян? Да, он победитель клевера, ёбка. Вау! Багдан Багдасарян, ну что ты? Знаешь, что он угадал? Что? Как думаешь, почему мне эта борода? После какого фильма я захотел отращивать бороду? Слушай, кстати, очень хороший вопрос. Арам Багдасарян угадал. Фильм 300 спартанцев. Серьезно? Это Спарта? Да, да, да. Твоя ссылка на группу ВКонтакте, зенит там, не зенит, в описании, там дохера народу. Серьезно? Там лайков больше, чем у тебя в группе у него, прикинь. Круто же. С победой тебя. Клевер играй, и когда будет лям подписчиков, выиграет чулак. Что выиграет? Ты знаешь? Тачку. Мою тачку. Все, респект. Да. Это Corolla, да. Так что подписывайся на этот гребаный канал, и будь читкарикой. А Трайбанчик, шоу, вот этот чувачок, мы с ним вось-вось сегодня посектынили, нам было весело. Подпишись на его фуфло, если по кайфу. Еще раз посмотреть на его физиономию. Макса Бранта. Охота посмотреть на физиономию копию Макса Бранта, подписывайся на Трайбаншоу. Он там катается на машинке, и делает вот так вот. Тридцать один год. Тебе не стыдно было вообще? Просто унизил. Просто опозорил. Опозорил? Опозорил? Ты что-то неправду сказал? Да, блядь, мы целуемся. Да, мы гоняем на маленькой тачке. Но мы блогеры. Мы блогеры. Мы можем делать все, что захотим. Все, да. Пока. Все, пока.